Ну что, на чём я тут остановилась, страница уже эта закрылась у меня. Сейчас посмотрю опять по оглавлению моей книги. 88-я страница, да, 88-я. Существует что-то такое, что вы умеете делать лучше, чем любой другой в этом мире. И у каждого уникального таланта и уникального выражения этого таланта есть также свои уникальные потребности. Это 89-я страница моей книги «Тайная психология денег. Секреты богатства и процветания». С вами Татьяна Салмановна, Мактум, Сайфудин. Моя программа, моя творческая студия позитивного мышления и силы позитивной мысли. Кафе, ресторан «Красота до бьюти». Татьяна Салмановна, Мактум, Сайфудин. Существует что-то такое, что вы умеете делать лучше, чем любой другой в этом мире. И у каждого уникального таланта, уникального выражения этого таланта есть также свои уникальные потребности. Когда эти потребности сочетаются с творческим выражением вашего таланта, это служит искрой, которая создает изобилие. Выражение ваших талантов в удовлетворении потребностей создает неограниченное богатство и изобилие. Пишет Депак Чопра. Смотрите, выражение ваших талантов в удовлетворении потребностей создает неограниченное богатство и изобилие. Просто необходимо прислушаться к себе и понять, что вам доставляет удовольствие, что вы любите делать. Может быть, у вас была мечта в детстве, воплощая которую вы сможете принести много пользы другим и себе. Необходимо найти, поверить, развить и преумножить это, приложив усилия воли. Оглянитесь вокруг, что вы видите? Дома, машины, мебель, бытовая техника, одежда. Все это было когда-то чьей-то мечтой, чьей-то мыслью, чьей-то целью. Вот, теперь это реальность. Дожду для себя представить. Общий чай. У меня такое чаепитие. Знаете, такое в моем кафе, ресторанте. Растет до бьюти, чаепитие. У меня чай. У меня бутербродби. С черно-имитированной икрой. Теперь это реальность. И даже трудно себе представить, как же может быть иначе. И, кстати, все эти вещи привезли кому-то миллионы. Имейте в виду дома, машины, мебель, бытовая техника, одежда. Происходит очень удивительная вещь. Когда только человек решил, что он достоин процветания, он начинает задавать себе вопросы и искать на них ответы. А что на самом деле я хочу в жизни иметь? В чем мое предназначение? Чем я хочу заниматься? Какими я обладаю качествами, которые можно использовать во благо других, чтобы они принесли пользу мне и миру? А чтобы осознать свою гениальность и воспользоваться ею, пишет Роберт Киосаки, необходимо лишь немного желания и смелости. Проблема в том, что мы не придаем большого значения своему дару. Мы слишком близки к нему. Большую часть времени он для вас практически не виден. Мы не всегда можем осознать свой дар, потому что стоим прямо в центре него. Мы похожи на рыбу, которая спрашивает, что такое океан, не понимая, что плавает в нем. Из собственного опыта я узнала, что человек, не нашедший способ вернуть свою дару миру, всю жизнь будет страдать от чувства какого-то несовершенства, неполноты. Это как каждое утро просыпаться в пустоте, которую ничто не может заполнить. Это цитата из книжки Роберта Киосаки. Такие дела. Там у меня загружается видео, загружаю, заснимаю мои видео, загружаю на мои каналы Ютуба. Татьяна Салмановна Мактун Саайфудин на русском, на английском языке. И также на мою страницу ВКонтакте и Фейсбука. Вы можете найти, как пишется правильно, мои каналы Ютуба и страницы на Фейсбуке, на моей странице ВКонтакте. Татьяна Салмановна через Депис Мактун Саайфудин через Депис. Так что вот. Летом. Конечно, нужно накладываться летом, хорошей погодой, солнышко. Моя сегодня хорошо как позагорала на моем балконе. Депис. Продолжение следует... 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 И он, конечно, заснимал меня, но я такая сижу там, знаете, он там, ну, скажи что-нибудь, в общем, направляла на меня уже видеокамеру, конечно, я немножко, ну, как скажем, там, ну, я не знаю, я вообще на самом деле, когда, знаете, говорят, а вы говорите по-английски, а скажите что-нибудь, скажите что-нибудь по-английски. Если бы, конечно, у меня был такой вот опыт, я, конечно, не стала бы, наверное, там, а я как-то немножко, знаете, вот особо ничего не сказала, так это полумбалась, и до этого он тоже, знаете, когда мы подлетели, он тоже, ну, я его заснимала, он меня, но как-то все, это было как-то просто вот иду как-то или по лестнице, или как-то просто иду там цветы, как-то я стала, думаю, цветы понюхаю, в общем, как-то я вот так вот, ну, а так, конечно, знаете, если бы был такой опыт, я бы сказала, вот сегодня такое, наверное, вот число, там, месяц, Мы спыли, прилетели в Сан-Франциско, вот ждем лимузин, нас будут встречать, мы будем жить в шикарном отеле, я надеюсь, что мы очень шикарно проведем время, я никогда в Сан-Франциско раньше не была, вот, что-нибудь такое на импровизации, так что вот, посмотрите, какой у меня вот этот костюмчик, я такая вся в джинсе, полосочка, вообще такой эксклюзивный, ну что-нибудь такое с импровизировать, так что вот, что и вообще, и Америка такие, большие города, они такие, в общем, привлекают, тем более Сан-Франциско такой, очень красивый, красивый город, сказал бы, да, собираемся посетить здесь хорошие супер-рестораны и суперские магазины, и, конечно, магазины, это шуз, в общем, эти обувь прикупить, и, в общем, как-то насладиться собой жизнью, вечерней жизнью Сан-Франциско, вы следите за моей мыслью? Что я вот уже сказала, вы сказали, а вот чего там, зачем, как-то вот, понимаете, знаете, некоторые спрашивают, а зачем? Я вам отвечаю, вот зачем? Правда, было это, конечно, много лет назад, но даже если мне в 2017 году сказать что-нибудь такое, я бы тоже не совсем как-то вот это, сымпровизировала бы. А я мастер-импровизация, у меня теперь большой опыт, вы чувствуете, что я там сказала? Так что вот, в принципе, ничего особенного, в принципе, ничего особенного, ну, так, знаете, как-то вот это вот. Ну, я бы сказала, ну, да, мы с Перри прилетели на самолете, наш эксклюзивный Хаммер мы оставили на платной стоянке. Мы не просто приехали в аэропорт, мы с Перри приехали с этими, у меня эксклюзивный чемодан, мы с Перри приехали на Хаммере в аэропорт, прилетели на самолете с Сан-Франциско, а здесь нас будет встречать черный лимузин, вы понимаете, да, сколько я уже всего сказала, а тогда я, в принципе, не сказала ничего, как-то так поулыбалась, такая, сижу в лимузине, и все, короче. Так что вот, это ответ на ваш вопрос, а вот зачем, а вот затем, затем. Такой опыт, понимаете, опыт, какие-то видео, какие-то, ну, такое все позитивное, посмотри, жизненное, ну, жизненное в позитивном плане. Как говорит Ирина Хакамад, вообще, очень люблю, знаете, вот это, в общем, я вам там, я же на моей странице ВКонтакте, вы посмотрите, там многие-многие ролики выкладываю. Понимаете, я уже не буду сейчас вот это вот повторять, да, Наталья Правдина, Ирина Хакамад и вообще Тони Ропин, Джон Кеха и вообще, это школа, школа очарования, и вот эти вот такие потоки, вот эти оргазмические, я такая вкусная, сладкая, как сказка, и, в общем, как там, где-то открыть корону своей женственности, какие-то вот эти вот свершиниши, какие-то, потом это, как там называется, сыты с этими, как там, у него настрои, которые повторяют и повторяют и повторяют, что мой там организм омолаживается, такой вот эти все органы омолаживаются, потом Нарбеков, там много-много всего, а сколько роликов я вообще, в принципе, смотрела, а сколько фильмов я посмотрела, а, кстати, вот Ирина Хакамада говорит, что она вот фильм, она очень много такое черпает фильмов, это я раньше смотрела, потом она сказала о художественной литературе, но художественную литературу я не читаю, а фильмы, как раз вот эти фильмы могут что-то такое вот почерпнуть, смотрите, сериал «Крем», между нами девочками, все мужики сло, вот, ну и вообще, понимаете, там какие-то вот эти вот, Екатерина, несколько вот этих, много когда-то, несколько сериалов про Екатерину, в общем, как-то вот так. А потом уже мы с ним были и в Санта-Барбаре были, понимаете, и в Лос-Анджелесе были, и в этих шикарных отелях, и, понимаете, там тоже был Белкони, я вот помню, на Белкони с утра вышла, ну как с утра, там, с 11, а там такой-то гольф, и там эти мужчины, травка, и это гольф-отель был, гольф, и они вот в эти луночки, эти, ну-ка, они там гольф, у них был гольф, вот мы читаем, и там этот гольф был. Вот, гольф, конечно, в общем, как-то, понимаете, можно было как-то с видеокамерой как-то это обыграть, выйти, можно что-то спросить в этом лобби, как-то, в общем, заснять, сделать как-то, чтобы дать такой мэмори. Я-то взяла, посмотрела вот эти вот видео, но не молчать, а что такое симпровизировать, симпровизировать. Потому что, конечно, в путешествии мы спели по-шикардотному. Заселиться в отель, приехать на лимузин, заселиться в отель, потом прийти туда на ресепшн и спросить, где тут у вас самый лучший ресторан, где можно покушать лобстеры, как он там, я говорю, да, ну, в общем, да, мы там идем в хороший ресторан, учим лобстер кушать, ну, вот, он там сразу интересуется, на этом ресепшене, и, конечно, магазинами, где можно хорошую обувь купить, дешу, так что, вот, представляете? Вечером шикарный, как бы, шикарный вот этот ресторан, ну, и, в общем, да, там, вот это вот, ну, вторая суббота, потом там днем, в общем, как-то вот это, поэтому, ну, смотрим там этот Сан-Франциско по магазинам, магазинам, вот, магазинам, в общем, обуви, это где мы были там тоже, в китайском квартальчике, потом это вот так, видите, вот эти татуэтки фэншуй, вообще фэншуй, фэншуй по китайскому кварталу, по-моему, там-ка были, ходили по китайскому кварталу в Сан-Франциско, по-моему, так это было, да? И здесь я просматриваю свое видео, знаете, вот, пью чай, и, конечно, нужно, ты же, смотришь, чтобы это красиво было. Обычно, как-то, знаешь, как чашку, надо, может, как-то вот ставить, я, знаете, бывает, как-то держу, как-то, может быть, для съемки это как-то, это будет просмотреть мои эти видео, может быть, долго, знаешь, как-то я так вот держу чашку, надо, как-то, наверное, ставить, чтобы она, знаете, на столике стояла, на этом, на подносе, чтобы более как-то красиво, эстетично это выглядит, заняться изучением этого этикета, как правильно, что какой вилкой, что каким ножом, кушать вообще, в общем, как-то что-нибудь такое интересное, чтобы знать, чтобы быть в курсе. И, кстати, мы были самых там дорогих, ну, как, знаете, он сказал, что как-то мы там в Лос-Анджелесе, да, там самый лучший китайский, не китайский, японский ресторан, и вообще Перри никогда не экономил, знаете, вот если лобстеры там советовали, он не думал, там, может, что-то подешевле, куда-то в кафешку пойти, ну, так что вот, я от него за все четыре года никогда не слышала, ну, знаешь, мы вот вчера были в этом шикарном каком-то ресторане, потратились, может быть, мы сегодня там как-то попроще покушаем, там, или гамбургеры, или там попроще, в кафешку зайдем, нет? Конечно, как я на других видео говорю, там, знаете, вот эти бриллианты, понимаете, если там скажешь, о, ты мне покупаешь вот этот бриллиант на каждый кап, ну, вы понимаете, да, тоже нужно иметь, конечно, вот это, нужно понимать. То есть, конечно, понимаете, в меру, то есть, понимаете, вот, на меня же старик он никогда не говорил, что, понимаете, там, кафешку, еще что-то, но, видите, я понимала, что, понимаете, кто может там, понимаете, это нужно быть настолько чтобы покупать бриллианты на каждый палец или какие-то лабутены. Это совершенно другой уровень. Это уже топ-топ. Когда я говорю про бриллианты, лабутены на каждый день разные, все такие в бриллиантах, это другой уровень. Это уровень тех людей, этих миллиардеров, у которых карточка золотая, на которой деньги не заканчиваются. У них, наверное, такой бизнес, они потратили, у них там опять все восполняется. Они там в минуты получают такие деньги, что им как-то все равно. То есть нужно понимать, конечно, что это какая-то такая мера. И, в общем, если какие-то такие покупки, ну, пиджак 200 долларов, 300 долларов, там дубленка там, ну, тысячу, по-моему, полторы тысячи, или сколько там мы заплатили. Это не значит, знаете, что вот так вот приехать на лимудине, знаете, там, где норковые шубы каждый день, знаете, как там показывают этих жён новых русских, которые там себе эти шубы покупали. Ну, из каких там, как это называется? Из шиншиллы, там, знаете, какие-то там сумки какие-то дорогие, вот эти все какие-то, меха, вот эти вот, все какие-то шубы, шубы там, дорогостоящие. Конечно, конечно не так. Но, вообще, Американам по шубам, как там, в общем, шубы, там, шубы там не очень, шубы там не приняты. особенно в коннектиках, там зимой шубы нет, там машина почти у всех, они так это, пальто, там в принципе пальтишко, ну хотя бывает там морозное, если морозное, они там куточку, пуховичок надели и сели в хорошую машину, и то, смотрят, чтобы машина была с таким этим, чтобы не очень много денег на бензин тратить, если большой пробег, потому что если у вас хаммер, то знаете, сколько нужно заливать, там если вы ездите, если ездите много, там этот цилиндр, понимаете, вот это вот там, чтобы залить бак этого, как это называется, бензина в этот хаммер, там нужно, если там ездить, сколько там, не знаю, несколько часов, полдня, там каждый день нужно заливать полный бак этого, короче, бензина, и это будет, такие деньги будут, когда они подсчитают, сколько это будет стоить, это, в общем, это надо быть очень богатым, я не так много там на хаммере, мы с Парри не так много на этом хаммере ездили, но он бензина очень много ест, так что они тоже думают, это машина, чтоб там вот это вот бензин, потому что будешь постоянно вот это вот заливать туда бензин, это на одном бензине, так что это нужно понимать, это я о чём, это я вот о том, ни разу, ни разу за все вот эти, я говорю, да, вот хороший там ресторан, он никогда не сказала, ну давай, короче, ладно, David кафешка, давай вот в эту кафешку подешевле зайдём, он себя, знаете, как-то вот, себя, знаете, тоже очень как-то, знаете, что он считал, что, знаете, вот для него тоже хороший ресторан, то есть, знаете, как-то вот, как-то вот так, Если покушать, то качественно выехали на отдых. Что-то я еще хотела такое, а это я вам рассказывала про путешествия, там знаете, вот мы в спа-отеле были, там правда мало народу, можно было спа заснять, я как-то не очень как-то понимала это спа, для меня как-то это спа было, понимаете, это знаете, когда это знаете, в спальном районе живешь, для тебя знаете, какие-то золотые обертывания, если скажут какую-то цену на эти обертывания, ты будешь думать, зачем эти обертывания, когда лучше там еды куплю, хорошие еды, другие, понимаете, другие уже мысли, понимаете, золотые какие-то вот эти вот обертывания, какие-то супер VIP процедуры, это уже другой уровень, это когда мы тоже в Панинсуа приехали и поднялись, там же понимаете, на, знаете, вот в этом, в Лос-Анджелесе, Панинсуа, где я там, я там, видео тоже есть, мы там пережили в этом номере, первый этаж такой, underground, ground, underground был, на самом высоком этаже, в Панинсуе, там, по-моему, там свиминг-пул, свиминг-пул и спа, спа-зона, вот, мы туда поднялись, там, конечно, все шикарно, но я не привыкла к этим спа, я никогда, я в спа никогда не ходила, вот. Мне до сих пор, зачем спа, лучше вы даете наличными, сколько там на спа, это может быть там тысячу долларов надо потратить, понимаете, если тысячу долларов на спа надо потратить, лучше наличными, лучше наличными, я там масочку куплю, там зайду в магазинчик, это масочку, это там, это волосы подкрасить, сама подкрашу, в общем, это, пойду в фитнес, йогой позанимаюсь, как-то вот это, позагораю, и как-то, знаете, вот это, ну, это немножко, это другой немножко уровень. К этому нужно, как-то, знаете, как-то себя приучать, но при определенном уже уровне доставка. Но, как делать, знаете, вот видео, красивую видеосъеху, там можно было, если, конечно, я вот этим занялась, и как-то вот надо, богу, что, вот и спа тоже, как-то все это обыграть, прийти, поинтересоваться, по телефону позвонить, понимаете, можно было вновь, может было шикарно, одеть этот, понимаете, одеть этот халат, одеть эти тапочки по ненсула, поставить видеокамер, знаете, как многие так делали, это видео, позвонить с номера и поинтересоваться, позвонить, позвонить туда, это спа, и сказать, да, вот я тут смотрю прайсы на спа-процедуры, вы, пожалуйста, объясните мне, вот это что значит, вот это спа-процедура, еще поставить их на громко говорить, так что, сделать по ненсуле такое красивое, понимаете, такое красивое видео, ну, по телефону поинтересоваться, и говорят, а, я такая крутая, я у них интересуюсь этим спа, ну, даже сюда не ходить, в принципе. Ну, что-нибудь такое, что-нибудь такое. Я не знаю, если бы кто-нибудь мне тогда сказал, когда мы, знаете, там, на это, на Кинморол, шикарный дом, на Хаммере езжу, знаете, вот, да, там, вот эти путешествия, там, это по Нинкфу, где шикарные отели, это органик фуд. Книжку писал, он написал, уже рассчитывал, что я такая VIP, если бы кто-то мне сказал, что я обратно вернусь сюда же, я вот в этой квартире 30 лет прописана, 25 лет постоянно живу, 25 уже. С 90-го года прописанут ли. Если бы мне кто-то вот так вот сказал, что я снова опять в эту, въеду вот в эту квартиру, понимаете, буду вот это вот здесь вот жить, на этом, опять, на этом Белконе, ну, у меня застеклено было, что, понимаете, я, значит, с Америки, знаете, с этого вот этого шикардоза, знаете, вот, в мои почти вот это вот 50 лет, мне в следующем году будет 50. Буду опять, знаете, вот в этом спальном районе, на вот этом вот Белконе сидеть, понимаете, дышать воздухом, не на Ладурном берегу, и не преподавать позитивное мышление, а сидеть вот на этом Белконе, и думать, где взять деньги, чтобы его отремонтировать и застеклить, чтобы это лоджия была. Я, я, ну, им иногда сказала, что, наверное, они шутят. Или бы я приложила какие-то другие усилия, я хотела недвижимостью там заниматься. Хотела там дома продавать в Америке, в общем, недвижимостью, в общем, как-то вот это вот. Но решила заняться другим, сделала ставку, понимаете, ставку на позитивное мышление, на изучение вот этого, на мою, за эту страсть. Конечно, к недвижимости, к этому креилтору, у меня такой страсти не было. Это я о чем? Это от таланта. Пошла за мечтой, понимаете, вот пошла за мечтой, почти в 50, в общем, сижу на вот этом Белконе, понимаете, вот это, с такого шикардоза. Росдолг присылает сообщение, когда вы там заплатите, у них это выросло, понимаете, вот это мое за электричество. В один месяц, пару месяцев назад было 14 тысяч рублей, а на следующий месяц новый лицевой счет, и 30 тысяч мне написали платежки. По телефону тоже, телефон тоже мне сегодня присылали, МТС, что пора платить, у меня там минус 500, сейчас я там скажу, сколько у меня там, вот сейчас 20-28, смотри, время 20-28. Короче, прислали, они, знаете, сейчас пришло, там, в общем, прислали, что пора уже оплатить, у меня это минус 500, это минус 500 рублей на телефоне. Ну, имейте в виду, что если вы хотите позвонить и поиронизировать, знаете, знаете, на эту тему, что-нибудь у меня такое вот спросить, да, а как там у вас вот это вот дела, и, знаете, как-то надо мной как-то поиронизировать, ну, знаете, из позитива, конечно, я вас, наверное, матом не пошлю, в принципе, матом, вот, ну, в общем, как-то вот так, но нужно иметь в виду. Вот, минус 551 на рубль, они мне сегодня прислали, то же заплатите, пришло время платить, минус 551 рубль, лимит 552 рубля. Вот МТС, у меня номер телефона. МТС, у меня номер телефона. Я не знаю, продав квартиру на вокусках, мы этот привод замуж, мы с Пэйщем купили там в центре здесь, в Питере, квартиру, там парковку, я в 16-м году продала и парковку, и квартиру. И, ну, купила, в общем, там ремонтами занялась, в общем, как-то думала так, в такую, в такую надежную недвижимость, она сказала, что нужны деньги. Две квартиры хотела, вместо одной хотела две купить. Но понадеялась, понимаете, понадеялась, я не знаю, там, как-то опрометчиво. У меня опрометчивости за всю жизнь, знаете, такой вот особой опрометчивости, знаете, вот не было, понадеялась, знаете, на грант. Что, знаете, будет у меня грант, в общем, как-то я понадеялась. Очень так и там, лихо обошлась с этими деньгами, очень лихо. Так что, вот. И сижу такая, понимаете, почти в мае 50, настоящий год будет 50, знаете, такая вот это вот, заплатите, Ростолка звонит, заплатите вот это вот электричество, МТС пишет, заплатите минус 500 рублей, понимаете, за телефон. С долгом по коммунальным платежам, где-то 200 тысяч рублей, за эллинг, за коммунальные платежи, где-то 400 или там 450 тысяч рублей. Хотя он, Салмана, такая сидит на этом белконе и думает, что делать. Вот, если бы я тогда себя не обнадежила, я бы так лихо не обнадошлась без деньгами. Ну, знаете, как-то вот. Хотя я тогда посоветовалась, знаете, посоветовалась с Виктором, он думал в банке, посоветовалась с Виктором. Говорю, Виктор вообще как-то вот грант, какие-то такие деньги. Ну, не знаю, Виктор как-то скептический немного, конечно, он скептический. Знаете, такая, знаете, какие-то, когда такие суммы какие-то озвучивают, понимаете, такая сумма, ну, в общем. Наверное, знаете, так это можно было обнадеживаться, то есть по какой-то такой наивности. Так что, наверное, такие люди, они, знаете, не обладают какой-то такой наивностью, поэтому они, наверное, вряд ли могут как-то вот это вот обнадеживаться на какие-то вот такие деньги, которые, знаете, для них даже на это вот это в голове, знаете, какие-то вот эти вот совершенно, совершенно такие вот эти. Так что вот, ну что, дальше, зачем я тут остановилась? Я не знаю, вот уже написала, теперь как-то говорится, но книжка у меня не пошла. Ну, я, конечно, ее, знаете, я читаю книжку, я же ее издала в 2007 году, за мой ее счет. 8 тысяч экземпляров напечатала. Да, у меня и книжка не пошла, и грант я не получила. Книжка не пошла в 2007 году, а грант я не получила в 2017, 10 лет спустя, да? Книжка у меня не пошла в 2007 году, а грант я не получила в 2017 году. Вот эти кошки. Это я к чему, я вам говорю? К тому, что, как говорится, если вы что-то читаете, вот там читаю, я другие книжки из моей библиотеки, там «Наука быть великим». Ну да, знаете, там какая-то позиция, субъективная позиция, в общем, основатели позитивного мышления, там Норманд Винсент Пилл, там, не знаю, там Джозеф Мерфи, научный Морис, ну, в общем, как-то нужно на самом деле думать, думать своей головой, как-то пропускать через свою плизу, как-то немножко с этим, не то, что скептически, а в общем, как-то нужно, в общем, думать, думать. Думать самому. Иметь знания, информацию, ну, думать. Потому что дальше я вот в этой голове пишу про, давайте я прочитаю, Уэн Дайера, потому что мне очень, понимаете, вот он рискнул, он решил, что вот да, вот он будет преподавать книгу, он рискнул. Их за год он заработал кучу денег, как-то, вот, вот, и тут шикарно написано. Но это, наверное, не все, кто вот это вот едут, знаете, в Лос-Анджелес, знаете, а хотят быть этими актерами, хотят сниматься в кино. Знаем мы этих актеров, знаете, знаете, вот это вот, Джулия Роберт, да, этот, Арнольд Шварценеггер, ну, в общем, как-то по пальцам, нужно по пальцам сосчитать. Так что вот. Кстати, про Арнольд Шварценеггера тоже здесь пишу, у нас в какой-то тут главе тоже о нем пишу, как он тоже так интересный вообще. Ну, давайте здесь я прочитаю. Вот что пишет Уэйн Дайер, доктор-психотерапевт, лектор и всемирно известный автор. Хотя мне нравилось работать преподавателем в университете, что-то внутри меня подсказывало, что мне нужно уволиться по собственному желанию, что нужно изменить курс и двинуться в совершенно ином направлении. Я почти год боролась с идеей уволиться и отказаться от опоры в виде чека, выданного два раза в месяц. Наступил день, когда в моей голове возникла очень ясная картина. Я увидела себя совершенно одиноким в своем предприятии без какой-либо гарантии. И все-таки безмятежным, как никогда в жизни. Я понял, что это тот самый день, когда через несколько часов я официально уйду в отставку и больше не смогу рассчитывать на зарплату. Приехав в университет, я немедленно направился к декану. Наш разговор был коротким. Я сказал, что хочу уйти и заниматься тем, во что искренне верю. Он попросил меня еще раз подумать и обсудить это с семьей и коллегами. Но я заявил, что это уже свершилось в моем разуме, в моих мыслях. И что осталось лишь выполнить формальное воплощение в физическом мире. Вот. Это такая большая выдержка из книжки. Это я пишу в моей книжке на 95-й странице. Покинув кабинет декана, я пошел к себе внутренне. Я пошел к себе внутренне сияю. Я был свободен. Свободен, уверен, двигаться в направлении своих мечтаний. Каждая препятствия, встречавшаяся на моем пути, оборачивалась благоприятной возможностью. Мне сообщили, что моя книга выйдет минимальным тиражом. И что даже если я развернула широкую рекламу в средствах массовой информации, так, ничего хорошего из этого не выйдет, так как книжные магазины не захотят затовариваться моей книгой. Один специалист по рекламе сказал мне, что единственный способ пообщаться с каждым американцем в 1970-м году – это телевидение. Но такой вариант был, пожалуй, закрыт для меня, так как я еще не имел общественной, общественной, общественной известности. Он предположил, что я должен быть счастлив, если мне удастся продать несколько тысяч книг. Такова была точка зрения и многих других людей, которые знали издательское дело не понаслышке. Но казалось мне, они не знали великой истины Виктору Гюго. Нет ничего сильнее идеи, время, которое пришло. Я использовал каждый барьер на своем пути как возможность проверить себя. И каждый раз это срабатывало. Прогоняя все эти события через свои мысли, я представлял им совершиться без борьбы с кем-либо или чем-либо. Только с радостью и любовью. Видите, как написано? Это жемчужина, видите, это жемчужина на самом деле. Финансовые проблемы разрешались как-то сами собой. И однажды, когда я выступал по радио в Сент-Луисе, мне позвонил Артур Пайн, мой друг и агент, который сообщил мне, что моя книга на следующей неделе попадет в список бестселлеров газеты «Нью-Йорк Таймс» под номером 8. Я добился того, что почти всякий назвал бы невозможным. Но все это только начало проявления моих внутренних образов и мыслей. Я приобрел форму, о которой думал каждодневно. Ну, видите, он ведь каждый день себя представлял этим великим, с этой книжкой. Видите, он думал каждодневно. Вот в чем, наверное, вот нужно что-то подчеркивать. Он думал каждодневно об этом. И самое главное, я открывал себя, позволяя моему предназначению найти меня. Я начал очищаться от негативности и предусудительности, которые прежде препятствовали течению этого процесса. Позволив моему предназначению найти меня, я стал чувствовать себя счастливым и в большой гармонии с самим собой. Вот так протекает процесс просветления. Человек проходит серию стадий. Сначала фокусируется на себе и сознательно работает на самоулучшение. Пока не исчезнет внутреннее смятение. По мере ослабевания внутреннего беспорядка, вы начинаете чувствовать себя все более целеустремленным. В желании отделить себя с другими. Когда вы приобретаете внутреннее истинное чувство любви и гармонии, вот эти кошки отдыхают, покушали, отдыхают. Значит так, когда вы приобретаете внутреннее истинное чувство любви и гармонии, именно этим вам следует отделиться. Когда моя книга начала регулярно появляться в списках бестселлеров по всей Америке, существенно вырос спрос на мои личные выступления. Еще через несколько месяцев моя книга очутилась во главе списка бестселлеров New York Times. Мое примечание, там это дальше было, я была немножко в сокращении, там было больше-больше. Знаете, такая цитата была. Знаете, я сократила из книги это. А однажды раздался магический телефонный звонок, который привел к воплощению того образа, который рисовался мне, когда я еще мальчиком смотрел телевизор. Будучи мальчиком, он воображал себя гостем на шоу сегодня вечером. Будучи мальчиком, он воображал себя гостем на шоу сегодня вечером на национальном телевидении. Таким образом, из никому неизвестного человека я превратился в трехкратного участника шоу сегодня вечером. Я уверена, что Тора был абсолютно прав, когда писал, если человек уверенно движется в направлении свет мечтаний и старается жить жизнью, которую вообразил для себя, он непременно добьется успеха, которого не мог ожидать в прежние дни, выделено мной. Первый год своего ухода в отставку и отказа от регулярной зарплаты, я получил больше денег, чем заработал за прежние 36 лет жизни. Вот такие вот дела. Ну, что сказать. Там, наверное, видео у меня загрузилось. Конечно, не знаю, там большие или как там, я в Киеве. Вчера, сегодня делала... Хотя сейчас я освободила там место на моем компьютере, можно, конечно, и более длинные делать. Так, наверное, все-таки нужно 48, знаете, 48 минут позитива со мной, с Татьяной Солмановой, Мактул, Сайфулин, как-то сделала. 48, наверное, минут. Таким, нужно такие по 30-40 минут. Так, если я в полный рост тебя еще засниму, давайте так в полный рост тебя еще как-то поставлю. Засниму на этом балконе себя в полный рост. Так, это эротически. Сейчас давайте посмотрим. Эротически полный рост. Ох, я такая... Знаете, себя так это... Красиво. А, нет, так на муку очень... Полный рост. Может быть, и здесь надо. Сейчас я столик сюда поставлю. Куда? Столик, наверное, сюда. Это сейчас сюда поставлю. Это сюда. Так, там нужна. Другой меня... Ну, сейчас, смотрите, сейчас. Другой стул. Сейчас я принесу другой стул. Мужчина такой наблюдает. Им так интересно. Сейчас другой стул еще принесу. А, здесь сюда, там, в этом поле. Вот. Вот. Трехи такая шикардозная. Трехи такая шикардозная. Трехи такая шикардозная. Ну что, давайте. Я тут обычно заснимала мои видео. Вот так привыкли меня видеть здесь. Знаете, вот как здесь. Красиво. Ох, и такая арказмическая суперзвезда. Она уже больше пошла. Уже пошло 50 минут. Так что вот. Просто это дверь. Дверь на мой, так скажем, балконе. И у меня огромное количество видео заснято. Вот здесь немножко нужно. Вот это. Вот. Вы меня привыкли, знаете, вот так. Вот такая, без косметики. Может еще надо было губы так накрасить. Вот. Это как шикарно. И, кстати, знаете, что я обратила внимание? На балконе. На балконе. На балконе. Даже. Потому что здесь, наверное, сквозняк. Потому что там открыто окно на моем гранд-ресторанте. На кухне. Вот. Вот. И получается, что на балконе более тепло, чем сидеть, вот когда дверь. Просто, знаете, потому что она сквозняк получает. Знаете, я тогда сидела, думаю, как-то прохладно. Сейчас даже села. Ну, такая. 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 В летнем. Там уже не нормально было. А здесь, понимаете, статичок. Так что на балконе даже более, как-то вот это сидеть, более тепло, чем вот в этой. Ну. На самом деле, смотрите, здесь какая очень красиво. Свет падает. Особенно вечером. Красиво себя заснимать. Вот. Ну что. К позитивным аффирмациям, к велениям Сен-Жермена, к книжке «Формула денег». Или это на следующем? На следующем моем видео. С вами я, Катяна Саламановна Мактум Сайв. Вы смотрите мою программу творческой студии позитивного мышления и силы позитивной мысли. «Формула». Так что да. Здесь у нас будет несколько красивых фотографий красивых сделать. Таких фотографий. А посмотрите, какая я там, знаете, вот засняла такая вот при косметике вот эта вот. Ну вот, смотрите, там эти видео. На всех видеох я их вам показываю. Там где все приезжали, знаете, вот эти вот, как там называют, как-то, как-то и вулканин, ну как-то вопротно, как-то на самом деле, себя немножко, знаете, замотивировать, замотивировать, в общем, чем-то таким. Замотивировать. Ну, просто послушайте, о чем я вам вот говорю, попробовать, знаете, себя вот так вот замотивировать. чтобы быть такой, знаете, волшебной, сказочной, вкусной, как сказка. Я так понимаю, что этой женщине, которая организовала эту школу очарования, она сначала заработала огромные деньги, там миллионы в Америке, а потом она уже себя на бале, понимаете, уже, знаете, такой сладкой, как сказка. А когда вот звонят, вот это МТС 500 рублей, заплатите, понимаете, за электричество заплатите, ну и многое другое, там послушайте на других видео, я повторять просто не хочу. Ну вот, это я вам так сказала мельком, чтобы вы знали, что это я. Еще, знаете, с той стороны на балконе сейчас я сниму, посмотрим, какая картинка будет. Будет ли, там, в общем, какая картинка, или ладно, в общем, давайте сюда, давайте уже сюда, я вам просто покажу здесь, значит, так. Здесь у меня, как говорится, вот такие наряды-наряды, вообще такая-такая в сети наряды-наряды. Такой творческий порядок, хотя он сломал этот творческий порядок, как вы хотели. Да, творческий порядок, ну, так, эксклюзив, творческий порядок, там у меня есть видео мое. Сейчас его свет включить. Видео у меня уже загрузилось, сейчас буду это видео загружать. Ого, такая голубоглазая красотка. Видео у меня есть видео, потом это снимает. Вот. Он это снимает.